Костов Николай, Мамин Сибиряк, Бойцы Мы приехали на поясникаминку ночью. Утром, когда я проснулся, ласковое апрельское солнце весело глядело во все окна моей квартиры. Где-то любовно ворковали олуби, задурно чирикали воробьи, и с улицы доносился тот неопределённый шум, какой врывается в комнату с первой выставленной рамы. Весна, бесспорно, самое лучшее и самое поэтическое время года, о чём писано и переписано поэтами всех стран и народов. Но едва ли где-нибудь весна так хороша, как на далёком глухом севере, где она является поразительным контрастом сравнительно с суровой зимой. Притом южная весна наступает из-под воль, а на севере она, наоборот, производит быстрый и стремительный переворот жизни природы, точно какой невидимой могучей рукой. Разом димние изгорации переменяются на летние. С ясного голубого неба льются потоки животворящего света. Земля торопливо выгоняет первую зелень. Бледные северные цветочки смело пробиваются через тонкий слой тающего снега. Одним словом, в природе творится великая тайна обновления. И, кажется, самый воздух цветёт и любовно дышит преисполняющими его силами. Прибавьте к этому освежённую глинцевитую зелень северного леса, весёлую птичьей гам и трудовую возню, какими оглашаются и вода, и лес, и поля, и воздух. Это величайшее торжество и апофеоз той великой силы, которая у неё жима льётся с голубого неба, каким-то чудом притворяясь зелень, цветы, аромат, звуки птичьих песен. И всё кругом наполняет удесетерённой, кипущей деятельностью. Я люблю этот великий момент бедных красками и звуками жизни северной природы, когда смерть и немое отцепенение зимы сменяют и кипучими радостями короткого северного лета. Именно такой весенний апрельский день смотрел в окна моей комнаты, когда я проснулся на каменьке. Весна худела на улице точно в воздухе, катилась какое-то громадное колесо. Распахнув окно, я долго любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной бойка пристани, залитой тысячеголосной волной, собравшиваясь из себя народа. Любовался часовой, которая сильно надулась и подняла свой грязновато-синий рыхлый лёд, покрытый жёлтыми наледями и чёрными полыньями, точно он проржавел. Любовался густым ельником, который сейчас за рекой поднимался могучей зелёной щёткой и выстила загораживающие к реке дорогу горы. В лагах ещё лежал снег, точно изъеденный червями. В проталином зеленела первая весенняя травка, но берёзы были совсем ещё голые, и печально свесили свои припухшие красноватые ветви.